Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. По официальной статистике в поисках работы из Баткенской области в Россию уехало более 35 тысяч человек. Определенная часть из тех, кто уезжает на заработки, оставляет супругу за присмотром детей и домашнего хозяйства. Многие из них, находясь вдали от дома, бросают свои семьи, создают новую семью. Баткенские невесты считают, что распадом семей стоят и эти причины. Это Сейли Ханеджи, которая после того, как ее супруг уехал на заработки, содержит трех своих детей с помощью родственников мужа и своих родителей. По официальной статистике из Баткенской области с почти полумиллионным населением выехало в целях поиска работы около 30-35 тысяч человек. Руководство области говорит о том, что трудовые мигранты год за годом зарабатывают больше денежных средств для ночь своих семей. В прошлом году в Баткенской области из России было переведено 6 миллиардов сомов. В то же время многие говорят о том, что за таким объемом переводов денежных средств кроется невосполнимая утрата, в разы превышающие эти переводы. Не могут не волновать общественные случаи, когда отец семейства, уехав на заработки, бросает в свою семью детей или забывает о них, морально деградирует. Женщины, которые оказываются в такой ситуации, живут невидении, что происходит с семьей. Из-за стыда вынуждены скрывать от окружающих и родственников о том, что муж женился, бросил семью. Одна из них, с Элихан Эджи, тоже рассказывает, что поначалу стеснялась говорить о том, что уехавшись 5 лет назад в поисках работы муж там, в России, женился. И только теперь она об этом говорит открыто. Моему старшему сыну 10 лет, в среднем он 7, а младшему 5 лет. Когда муж уехал в Россию, долгое время он с нами был на связи, разговаривали по телефону. Он нам выслал деньги и потом перестал с нами связываться по телефону, перестал и деньги переводить. Где-то через 2-3 года слышала разговор от соседей, что он женился на женщине из Жалобада или из какого-то другого района и вроде живет с ней. Точно я не знаю. А детей я содержу сама. Безусловно, бывают трудности, но немного. Есть свое хозяйство, скот держим. Родственники мужа тоже помогают. Да и мои родители всегда помогут, чем могут. Говорит она. У Сальхи Эджи дворик начисто прибранный. На огороде аккуратно посажены саженцы, в том числе и цветы, которые рассветут осенью. Но во входной калитке поломан замок и арык, протекающий к ее огороду очень узок. Все это говорит о том, что в этом доме долго отсутствует мужская рука. Сальхи Эджи рассказывает, что поначалу, когда услышала о том, что муж женился, очень стеснялась соседей. Но потом подумала, если он не думает о своих трех сыновьях, то в чем она виновата. Когда впервые услышала, мне было очень стыдно. На самом деле мне было очень тяжело. Но потом перестала стесняться. Если он сам не переживает и не думает о детях, почему я должна стесняться? Если он даст согласие, я разведусь. Говорит она. Таких семей, которые остаются без отца, бессредственно существования немало. Женщины, которые оказываются в такой ситуации, во многих случаях об этом скрывают. Стесняются окружающих, осуждению общества, стараются никому не говорить. Руководитель кризисного центра Джангл Токтокан Мамбетова говорит о том, что многие женщины становятся жертвами негативных сторон миграции. Среди мужчин, уехавшие на заработки, есть и те, которые временно там обзаводятся семьями, а потом, вернувшись домой, продолжают жить со своими прежними семьями, возвращаются к своим детям. Семей, которые попадают в такие ситуации, немного, но и сказать мало тоже нельзя. Число семей, сталкивающихся с такой ситуацией, увеличивается. Становится больше не только тех, кто женится, но и тех, кто выходит замуж. Кроме этого, много примеров, когда там проживает с кем-то 5-6 месяцев, а потом приезжает домой, продолжает жить со своей семьей. И таких примеров становится все больше. Это наносит нашему генофонду очень большой вред. В настоящее время вся молодежь, детородного возраста, находится за рубежом в поисках работы. Когда жена и муж долгое время находятся вдалеке друг от друга, они отвыкают и будно встречаться с другими. Поэтому есть мнение, что супруги должны выезжать вместе. Токтухан Мамбетова говорит, что если даже они вместе поедут на заработки, вопросы не решаются, одна проблема не решает другую. Одна проблема порождает другую. Если муж и жена вместе уезжают на заработки, то остаются без присмотра их дети. Они остаются без воспитания. У бабушек и дедушек они оказываются не всегда под присмотром. Разумеется, что трудно остановить миграцию. Но для того, чтобы сохранить семьи, надо с российской стороной решить вопросы относительно упрощения пребывания наших мигрантов на территории России. Вопросы их социальной защиты, устройства детей в школы. Решить вопросы, связанные с их возвращением на родину. При решении этих вопросов можно было бы избежать деградации семей. Может быть из-за того, что Баткин является по сравнению с другими регионами более социально уязвимой. Из области очень много выехало на заработки. Уезжает не только основная рабочая сила и молодежь, но дети остаются без родителей. Без родительского воспитания, в конце концов, и без отцов. В то же время необходимо отметить, что после возвращения многие мужчины, столкнувшись там с разного характера стрессами, изменяются в характере и становятся более напряженными. У Хали Чейджи, которая прожила со своим супругом 15 лет, есть трое детей. Муж, который находился на заработках и вернулся год назад, теперь периодически рукоприкладствует. Но она продолжает терпеть. Раньше они жили хорошо, но после того, как он вернулся из заработков, характер мужа сильно изменился. Она говорит, что живет в надежде, что может быть он изменится, когда дети подрастут. Супруг поехал на заработки в Россию, вроде неплохо заработал. Мы вместе живем 15 лет. Он очень изменился после того, как приехал оттуда. Без всяких причин он устраивает в доме скандалы и побои. Если я уйду, то останусь на улице с детьми. Лучше бы он туда не ездил работать, совсем изменился. Я теперь вынуждена терпеть такое насилие с его стороны. Надеюсь, что если дети подрастут, он изменится. В регионе очевидно, что многие женщины, испытывающие насилие со стороны своих супругов, умалчивают об этом и не обращаются в соответствующие социальные службы. Если раньше женщины, подвергающиеся домашнему насилию, обращались со своими заявлениями в отдел по защите семьи при администрации области, то в последние годы таких обращений почти нет. Руководитель Баткенского областного отдела по защите семьи Джумагул Сатабалдиева говорит, что в Баткене очень много женщин, которые подвергаются насилию, и в доме от своих супругов, но стесняются об этом говорить, скрывают, продолжают жить. Раньше к нам обращались женщины, которые подвергались домашнему насилию. В последние же годы женщин, обратившихся к нам по поводу насилия со стороны супругов, почти нет. Может быть, они обращаются в правоохранительные органы, но к нам не обращаются. Думаю, что в нашем регионе много женщин, которые умалчивают о насилии, стесняются говорить об этом. В то же время бывают случаи, когда они не знают, куда обращаться. Но думаю, все-таки много тех, кто скрывает насилие, стесняются говорить об этом открыто. Говорит Джумагул Сатабалдиева. Известно, что по сравнению с другими регионами Баткенская область имеет более низкий социальный уровень. Может быть, именно по этой причине много трудовых мигрантов выехало отсюда на заработки. В то же время налицо, что от миграции больше вреда, чем пользы. Разрушаются основные критерии института семьи. Отношения между мужчиной и женщиной нацелены не на создание семью, а просто на воспроизводство. А для воспитания достойного и счастливого поколения должны быть родители с соответствующими семейными отношениями, основанные на любви, понимании и взаимоуважении. Мы ведь теряем не просто семью, но и будущее поколение. Остается открытым вопрос, какие семьи будут строить наши дети, видя такую модель семьи, о которой мы говорили выше. Материал специально для IWPR подготовил Джини Шайдаров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайте iwpr.net. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.